Доброго времени суток, меня зовут Зароба Василий. Я нахожусь в городе Нальчике, я занимаюсь фотографиями, видео и музыкой. Почему я начал заниматься видео или фотографиями? Мне постоянно начинали возникать в голове идеи. То есть я видел, вот как все простые люди, я постоянно видел какие-нибудь воображения, какие-нибудь картинки у меня в голове возникали, какой-нибудь экшен, что-нибудь среди подобного. Мне это очень сильно интересовало. Я хотел показать, вот, например, увидеть сон, а потом попробовать его переснять, сняв на бумагу, записав на бумагу. Вот музыку, музыкальное оформление, видео оформление, оно может стать полностью слизанным либо со снов, либо с роликов в интернете. Музыка у меня в жанре амбиент, в жанре роковая более, ну, ее нельзя особо характеризовать вообще никак. В основном психоделие, то есть там жанры смешанные, как только ни поводя. То есть это как трип-хоп смешать с попсой. В целом это было достаточно интересно, то есть олицетворение сна, олицетворение там. Вот вам приснился, например, какой-нибудь парк, вот ваш любимый в городе, вы его увидели динамично, красиво, как под наркотиками, как под ЛСД. И самое интересное, что вы хотите это напечатать на бумагу, напечатать на электронный вид вообще, хотите это изобразить, чтобы человек то же самое прочувствовал и проникся теми чувствами. Что людей в последнее время впечатляет, я пытаюсь это показывать. Многие люди, они стараются равняться на какого-нибудь человека, на какого-нибудь оператора, на какого-нибудь актера. Я же пытаюсь из своей головы, из чьей-нибудь головы, вот кто-то выписал рассказ или сон, и вы пытаетесь разукрасить все это в видеосъемках. То есть вы получаете, получается, хотите сделать динамичную картину, но той, которую вы еще не видели. Я боюсь, вот у меня создается чаще всего страх, то что у меня внезапно пропадет, у меня внезапно пропадет полное вдохновение, и у меня совершенно не будет ни единой идеи, и у меня буду брать в руки камеру, и у меня ничего не будет получаться. То есть получается, я боюсь больше всего потерять вдохновение, так как это мое все. Кто-то смотрит, видит простую лампочку, фонарь такую, а кто-то видит прекрасный мир, вокруг которого летают мотыльки, а эти мотыльки это феи, а эти феи заколдовывают эту лампочку, а потом полетает легенда. Моя любимая фраза в этой жизни это «человек может все». Нету такого, что человек вообще не может. Человек может взорвать землю так, чтобы звезды будут завидовать, то что солнце все расплавится вокруг. То есть человек не подозревает от своей мощности, и он будет думать, что он может только передвинуть один предмет, и съесть печенье, купить квартиру, деньги, которые были созданы, напечатаны. Люди недооценивают себя. Так как если бы люди ценили бы все, что они умеют, все, что они могут, у них бы сейчас был не то, что в голове целый мир, у них вообще сейчас был целый мир. Вообще на руках, у каждого человека. Мы уже давно летали, но, как вы видите, у человека немногих людей ни честности, ни верности, ничего не остается, и их интересует только суженный круг интересов, и они стараются жить в той коробке, в которой им комфортно. То есть, получается, вас загремили то, что вы должны родиться, выучиться в садике, выучиться в колледже, выучиться в институте, жениться, работать и умереть. Это был Василий Зарума, специально для Анту Оуш.